и снова здравствуйте всем привет и так персонажей уже много ригов много и теперь значит улучшение анимации как сделать давайте пробовать симуляцию не знаю вытянет мой ноут нет так по мелочевке выделил как выдерживал вроде бы хочу сейчас волосу сделать симуляцию вот это и вот этому платью и вот этой юбки так в конце ролика покажу как сделать забрать вот юбку которая будет нормально работать именно в симуляциях да так погнали что нам понадобится первым делом нам понадобится скринка ски чтобы видели что я буду нажимать следом выбираем юбку заходим меня сегодня на русском интерфейсе для чего чтобы я вам мог прочитать что именно там буду корректировать так заходим выбираем значит группу создаем вертикс групп группа создана заходим теперь веса чтобы зайти и нам не мешало вот это был задавать английскую аж мы скроем зайдем теперь выберем юбку по новой зайдем в рисование веса f английская можно кисточку уменьшать и проведем здесь вот вот эту штуку пояс покажем где двигаться не надо и где будет привязка всей вот этой значит юбки так хорошо тут такую толстую не надо вот так поменьше и проводим хорошечко так промазываем единицы нам паре и теперь что группа создана нам теперь нужно зайти куда дайте физику и добавить значит ткань ткань шаги качества мы уменьшаем до единицы пока тут ничего не трогаем и опускаемся вниз находим вертикс группы ферма и добавляем вот эту нашу группу привязки вот там внизу групп групп так пока тут тоже ничего не делаем смотрим симуляцию как наша гражданка идет но у нее вот немножко проваливается значит как принципе ничего не проваливается все мягко почему потому что у меня стоит столкновение на тело если сейчас переключимся на первый кадр столкновение я убираю и выставляем столкновение ничего тут такого не трогаем принципе пока все нормально единственно уменьшаем толщина вот это и какая тут называется вершина толщины ставим на 0 0 1 вот эту если вдруг ноги будут проваливаться то ну ставим на 0 0 2 на 0 0 5 ну смотрим уже в зависимости от нашего персонажа вот видите сейчас вот проваливаться будет не будет смотрим левая нога не проваливается правая в принципе адекватно себя ведет юбка нормально извивается все хорошо все прикольно смотрим что у нее с модификаторами столкновение стоит арматура чтобы у нас более-менее нормальный будет вид если у вас будет какая-то ломка где-то полигоны будут ломаться то можно добавить корректирующие сглаживание на 0 5 и повторяемость тут уже смотрите сами по юбке там 532 вот включаем если сейчас будем прибавлять то будет более качество вот этот масштаб тоже тогда будете регулировать этим больше таких движений тут происходит у меня ноут уже немножко чувствую хорошо так подвисать начинает так вот раз и нога провалилась вот эта ткань ну давайте поменьше поставим вот эту повторять на первый кадр и на столкновение на столкновение эту можно уже применить значит модификатор так на столкновение так пардон я добавлял не на не на ткань столь как а ну-ка корректирующая стукенция так уменьшаем вода до единички все я ставил на тело на столкновение так смотрим если поставим на двоечку то уже начинает проваливаться так здесь если мы уменьшим масштаб или прибавим смотрим что получится столкновение значит добавим на наше тело на столкновение физики так принцип торможение случайность тут можно поиграться еще вот этими торможение случайное столкновение трение добавить чуть-чуть там допустим 0 0 1 0 2 много не будем добавлять а ну-ка о уже получше наверное так трение существует и значит толщина вот это и всей штуки добавим можно до двоечки даем сейчас вот по новой будет прогонять так провал идет значит вернем на 0 1 а ну-ка если поставим 0 5 она сейчас надуется очень сильно а ну-ка раз на начало все еще проваливается так значит это возвращаем на 0 1 заходим на юбку и уже смотрим что у нас с юбкой да уберем килограммы вот все дело вроде бы поправлено ну чуть-чуть все-таки проскакивает 0 0 1 килограмм поставим и вот она опять такая же снега снежная да так умножить и уменьшим так возможно еще играет роль что вот видите у меня мало тут полигонов на юбке ну в принципе уже она получше так множитель много нельзя ставить если его много ставить видите все разлетается назад идет провал если вообще множителя нет оставим на тысячи и тогда вариацию на двоечку во таги качества таги качества на двойке все нормально с юбкой вроде бы разобрались сильно не буду тут все прибавлять потому что повторюсь что ноут слабенький симуляциями у меня тут немножко может быть зависание а у нас еще есть волос и вот эта блуза так вот этой блузкой как быть смотрим то же самое добавляем значит вертикс группу переименовываем группу будет группа 1 enter заходим в режим рисования веса ставим на первый кадр и вот это все дело вот это все дело где-то до ниже грудной клетки замазываем вот это не должно двигаться хотя если есть анимация там движение груди то лучше тогда грудь тоже ну как спину только замазать и верхние вот эти вот значит как их лямки да так ну поровнее чуть-чуть так смотрим чтобы все было закрасано более-менее чтобы все было нормально теперь заходим в объектный режим добавляем опять же физику добавляем ткань столкновение на тело уже у нас стоит настройка в килограммы в ноли шаги качества ну давайте чуть прибавим пусть будет пятерочка и опускаемся вниз находим опять же где у нас подключается вот эта группа группа 1 следом тут еще много настроек которые можно значит пробовать экспериментировать так столкновение с объектом рассматриваем опять первоначально на единичку смотрим как всего пошло вот с объектом все теперь нормально сталкивается верхняя блуза единственное что у него скорость может побольше но тут добавим веса так веса до 3 килограмма вот таким вот образом и желательно чтобы она сталкивалась наверное не с телом а с юбкой на юбку еще добавим столкновение а ну-ка попробуем ну вот уже вроде бы получше но что у нас тут есть шаги качества да вот опять же если прибавлять шаги качества то это все получше смотрится но у меня уже ну вот прям нагревается среди так ну все экспериментируем потом масса точки вот она килограммы это физическое свойство да добавление потом натяжение сглаживания уменьшаем прибавляем если слабенько то уменьшаем техника если посильнее то можно тут прибавлять группа жесткость можно жесткость в группе еще на 5 поставить проверить ну вот нормально все болтыхается но мало полигонов поэтому мало складок так тут то же самое шаги качества ну давайте на двоечку поставим множитель ну пусть килограммы в ноля смотрим что происходит вот у меня уже все идет подвес ну в принципе ситуация понятна да так с этим делом нормально я пока вот эту значит блузку так или что я отключил да блузку я значит все дело поубираю а ну-ка все сейчас у меня будет полегче за счет за счет значит анимации она все равно видите движется привязка у нее все равно идет и она все равно зависит от значит от рига веса на нее назначен но у нее все равно какое-то движение есть не столь большое но не проваливается и хорошо так так теперь по волосу так юбка есть все это есть теперь волос самое интересное то же самое создаем группу для волоса заходим значит в режим рисования веса и что у нас вот эта верхняя часть вот вот эта верхняя часть не должна двигаться макушка все это дело мы можем еще и челку закрасить чтобы она по лицу не мотылялась но если что можно челку туда оставлять тут все разъединило так вот еще наверное вот так сделаем выберем персонажа сделаем блузки глаза тоже я пока скрою ну и зубы мне тоже пока не понадобятся так теперь выбираем опять волос выбираем режим веса и главное вот внутренний вот этот внутренний меш вот этот внутренний меш закрасить чтобы он потом значит не вылазил из головы чтобы только волосюшки вот эти веселились да волосы тоже побольше пусть она от головы просто идет чтобы макушка вот эта вся не мотылялась сильная большая амплитуда оно хорошо конечно но внешний вид мотыляется только нижней части волос ну как-то так-то да еще вот здесь вот волосюшку тут под углом эти где-то уже плохо будет краситься потому что волос у нас разбитый его нужно ну как он с разных мыши сделан чтоб полегче был поэтому нужно его вот именно под разными углами красить пока для эксперимента вроде бы сойдет надо вот эти все там тоже преобразить так теперь заходим в объектный режим единица нампаде alt h возвращаем всех наших вот этих товарищей группа создана и теперь у нас что получается на персонажа уже у нас стоит значит столкновение установлено то бишь и на голову значит теперь нам нужно просто добавить ткань так убираем ткань возвращаемся на первый кадр ставим столкновение так теперь подключаем сразу не столкновение а ткань ставим уже заболтался так шаги качества ну давайте двоечку троечку так тут ничего не трогаем веса значит веса это масса точки уменьшаем дальше заходим опять же добавляем нашу группу что еще и расстояние уменьшаем до столкновения на 0.01 десятую так то бишь сотру так и погнали вот у нас идет столкновение большеватая значит расстояние добавим на 0.02 смотрим что происходит ну вот уже вроде бы волос нормальненько но уже на 0.02 мне тяжковато и мы значит добавим 0.06 килограмм вот тут далековато улетает ну амплитуда хорошая в принципе волос если ветер то прям шикарно так поставим значит шаги качества еще бы добавить но я уже не могу вот килограммчиков еще добавлю все все вот на килограммчиках у меня уже фпс 2 3 вроде пошло ну в принципе смысл понятен да как смог так объяснил знак качества если убрать в единичку множитель пусть пересчитает чуть наполовину килограммчиков чуть-чуть уменьшим плотность на 400 на 500 можно вот идет сильное такое болтыхание теперь это нужно все дело поднастроить чтобы как сказать натяжение чтобы допустим было меньше давайте в пятерочку да сжатие пятерочка сдвиг вот сдвиг поставим 0 500 проверим вот уже получше ну вот именно на следующих кадрах видите разгон все-таки набирает это многовато добавить килограммов и качество да натяжение торможение вот торможение можно видите побольше наверное так пробуем торможение вот уже получше торможение надо еще наверное больше ставить так изгиб изгиб вообще по нулевой так а если жесткости добавить в группу смотрим что получится вот так то с одной стороны прикольно они ходят но многовато жесткость давайте 1200 что у нас тут еще присутствует расстояние ограничения как добавим килограмма линейно попробуем и значит жесткость структурный сдвиг изгиб тоже попробуем в нуля убрать структурный так структурный тоже поубираем вот там можно ведьму делать потом структурный структурный Так, множитель на соточку, на 200, сдвиг на 500, изгиб на 500, структурный. Так, это значит на 7800, структурный, и изгиб тоже добавим на торможение. Вот многовато растяжение, первый раз у меня получилось нормально. Так, 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 вот надо больше, наверное, прибавлять это торможение. А ну-ка. О, ну уже вроде, да, торможение нужно еще побольше. Вот тут у меня уже не хватает ноуту тему. Так. Так, что можно сделать? А ну-ка, если мы зайдем в режим текстурирования, пардонте, рисование веса, и прям вот чуть-чуть, да, вот и сделаем покраску. Так, кое-где, чтобы она не двигалась. Ну, вот можно чисто весами вот этими подгадаться, да, которые будут двигаться, перекрасить их более точно. Ну, в принципе, система работает. Так, теперь. На первый кадр структурный. Структурный уменьшаем в 13, тут тоже в 13. Тут пока так оставим плотность, уменьшим до 1000. Так, килограммы можно в ноли убрать. Ну, вот уже получше. Не так сильно мотыляется. Словом, нужно волос, прям каждую волосюшку на перекрашивать, чтобы сильно так они в свободном плавании не были. Или нужно здесь найти давление, допустим. А ну-ка. Ну, вот с давлением еще получше будет. Ну, один волосенок, он на лицо заходит, прикольно. Так, если тут добавить еще группу, надеюсь, ломать не будет. Целевой объект. Бац. Масштаб давления на 1000. Плотность. Ну, вот уже получше с настройкой давления. Так. Вот так вот уже, а ну-ка, если 6000 давления замочить. Ну, вот получше уже. Так, единица в нампаде. И так, юбка ходит, волос ходит уже в принципе. Ну, красивее становится анимация, какое-то движение сбоку волосом. Ну, единственное, что у меня уже тупит ноут. Так, система, думаю, понятно, как работает, да? Вот эта симуляция настройки. Настраиваете веса. И уже здесь, значит, добавляете давление, сдвиги, структурные, масса точки. И для каждого месса, для каждого месса в принципе, одних и тех же настроек нет. Вот где-то какой-то больше, где-то какой-то меньше. И вот линейно угловой стоял. Можно вот оставить угловой. Натяжение, вот допустим, можно еще регулировать, регулировать. Чтобы меньше было натяжение или больше. Ну, с юбкой попроще. С волосом, я вот не знаю, это вот весь он раздельный. Если сделать волос объединенный, то в принципе он будет по-другому себя, наверное, вести. Так, и вот здесь вот плотность чуть-чуть поменьше. И главное, вот это кустом вообще можно давление не ставить. Но играться нужно с давлением. Масштаб давления, давление окружающей среды, которое создает баланс между внутренней и внешней частью объекта. Ну, вот с этим еще можно играться. В принципе, что, неплохо. Волос движется только нужно теперь. Что тут уменьшить? Расстояние. Поставить, допустим, на единичку. Ограничение попробовать уменьшить на единицу, на 900. Нормально себя ведет волос. Так, ну вот как-то так-то. Ух ты, у меня ноут нагрелся аж. Так, ну на этом, наверное, все. Система, в принципе, понята, надеюсь. То есть, можете экспериментировать. А, пардоните, я еще не объяснил, как, значит, делать вот эту шмотку. Именно в ZBrush. Здесь понятно все. Моделируете, добавляете это. Заходите в режим редактирования. Все это дело полигонами вытягиваете. Ребра добавляете. Как-то тут все расширяете, компонуете. Все это понятно. А вот именно в ZBrush, давайте в ZBrush посмотрим. Ну, нормально, деваха идет. И волос развивается потихоньку. И все тут, конечно, поднастроится. И, в принципе, будет зашибись. Ну, вот именно по рендеру, по рендеру, я не знаю, сколько он будет делаться. Это будет шиздец. Итак, давайте теперь посмотрим, как делать вот эту штуку, одежду. Выберем только нашу гражданку. Смотрите, как делается, допустим, что сделать. Ну, давайте юбку. Выбираем полосу полигонов. Делаем экстракт. Делаем ацепт. Отдельный полигон. Ставим, включаем персонажа. Переключаемся на наш экстракт. И что ему нужно сделать? Ему нужно сделать надувание. Сначала делаем надувание. Это, значит, деформация инфлат. Чуть-чуть надуваем. И сразу же делаем ему дайномеш. Так, сетка поменялась. Вот она. Теперь мы все это дело вытягиваем. Делаем Ctrl-I маскирование. Теперь опускаем вниз наши полигоны. Если надо, чуть-чуть Skyl расширяем. Снимаем маску. Делаем дайномеш. Теперь все здесь можем выгладить. Пролепить. Подогнать. Выбрать кисточку Moff Topology. Где-то что-то поднатянуть. Не понял. Что-то у меня уже после симуляции этих подтуплять начал комп. Ну, вот теперь все это дело выглаживаем. Все здесь выравниваем. Чтобы у нас более-менее ровненько тут все было. Чтобы все видно было. Если надо, пролепливаем складки. Добавляем какие-то детали. Вот где ноги. Ну, не было такой резкости. И вот получилась у нас, допустим, юбка. Теперь отключаем нашего персонажа. И смотрим. Включаем поле F. И вот вы видите, что есть там внутренние полигоны. Сейчас я вам чуть-чуть посветлее сделаю. Вот если сбросить, то вы увидите, что есть внутренние полигоны. Толщину, которую дают вот этой всей юбке. То это для симуляции не пойдет. Будет ломка, шиздец. Нам нужно оставить только вот эти полигоны. Первые. Первую полигруппу лицевую. Сделать displacement дубликат properties. Сделать дубликат. Получается, видите, пустота. Удаляем теперь наши полигоны. Это у нас в моде фитополчет Dell hidden. Теперь где-то подступляет уже. Где-то выглазуем. Делаем dynamesh. Это все закрывается. Не есть good. Нам теперь нужно все это дело пересчитать в zermesh. Потому что если dynamesh делать, она будет постоянно закрывать. Zermesh legation ставим, смоем. Симметрия это xc русская. и значит пересматриваем ее прям хорошо. И вот получилась у нас вот такая юбка. Если будут у вас там какие-то детали, то на нее потом делайте проектирование. Это уже по прошлым роликам. Здесь можно где-то что-то выгладить. Какие-то полигоны гладить. Что-то вытянуть. Пересчитать. Ну вот с этими полигонами уже можно будет работать значит в блендах. Тут уже появятся вершины все эта штука. Ну чтобы не моделить ее полностью. И теперь ее если закидываем сейчас давайте закинем ее так в эту в бленда вот я еще чуть-чуть выглажу все сверху тоже тут цифр левая кнопка мыши ну неровненько тут нарисовал поэтому так удалилась она. Так теперь что делаем можно еще раз ее пересмотреть давайте еще раз пересмотрим ZRMS вот уже сетка по-другому переиграла так теперь заходим экспорт я ее пока загружу на рабочий стол заходим в блендер если будет персонаж то вы закидываете к персонажу и делаете импорт в файл рабочий стол так не понял загрузки ушло вот это я нажал ну тороплюсь уже и вот у нас получается юбка теперь мы можем зайти выбрать юбку выбрать режим редактирования вот они наши все вершины которые вершины нам не нужны мы их можем поудалять delete вершины можем использовать C клавишу BAMS так включить рентген чтобы все выбирались сделать допустим delete вершины и здесь уже поталии гражданки все это G объединить вытянуть выровнять и вот эта юбка может уже хорошо применяться значит к симуляциям вот такая стука после схватки какие-то симуляции сделает если нет то тогда мы выбираем так знаю там какие ребра вот вот этим делом я выбором вот так вот допустим что-то выбрали такое да делаем допустим что ну вставил вдавливание куда-нибудь раз там ввели вот у вас уже получаются какие-то складки ну вот уже юбка со складками если продублировать ребра увести складки в углы то будут нормальные складки и прикольно при сгладивании вот все это дело выкладывается исчезнет где-то не исчезнет ну словом вот такой вариант если пролепливать полностью лепите в зебраж то тоже оставляете только пролепленную вот эту часть верхнюю вот эту шкуру да сделайте из рмш уже без динамш и все вот это уже на симуляцию юбки пойдут платья так же делать тоже только первые полигоны только пустотелые без слоя без дополнительных полигонов внутри ну все нормально так все всем пока до свидания а то меня ноут уже перегрелся пока